Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Винтаж Стори, и я на запись немного покопал. Прошло несколько дней, и у нас, наверное, скоро будет снова темпоральный шторм. Наступила уже полноценная зима, было минус 10 градусов, я уже убрал всё, что у нас было на огороде. И... давайте сейчас пока туда-сюда тут хожу, брожу, щит уберу. И пришлось заделать все наши заборчики землёй, потому что... ну, заборчики, которые у нас окна имитировали, да? Потому что через них чё-то продувает, а так даже с открытыми дверьми не холодно в доме у нас. А то приходилось греться в подвальчике, потому что, да, в подвальчике тоже небольшую перестановку тут провёл. Поставил костры немножко выше, чтобы было больше места для вхождения, брожения. И перенёс сюда пока что все наши бочки. Ну, в общем, как-то так. Еду доедаем уже. За последние дни было съедено много еды. И, наверное, да, сегодня мы ещё съедим много. Потому что мы сегодня пойдём дальше исследовать мир. Точнее, пещеры, наверное, да? Не просто мир. Просто мир так себе. Мы немножко поисследовали окрестности, а теперь интересно пройтись по пещерам. И, возможно, найти... Во-первых, выкопать серебро. Да, то, что вот мне бы хотелось. Выкопать серебро было бы хорошо. Поэтому пойдём. Сколько там сейчас времени? 9 утра. Мы успеваем как раз. И попроспектить там нужно будет. Я взял с собой... Да, кирку для проспектинга взял. В прошлой серии я, по-моему, с двумя такими кирками ходил. Мелкие водоёмы позамерзали. Под низом, под льдом всё ещё плавает рыбка. Что довольно забавно. И насчёт рыбалки ещё раз напомню. Рыба сейчас не в очень хорошем состоянии в игре находится. И она практически бесполезная. Потому что мяса в ней практически нет. Чаще всего нет. Она просто голодает. И у неё... Как там это называется правильно? Ну, короче, сытость всегда практически около нулевая. И мясо с неё практически всегда не добыть. Увы. То есть, если животные наземные могут там поесть что-то, да, и у них есть чаще всего... Так, мы, наверное... Как пойдём? Мы, наверное, в воду не будем заныривать. Пойдём в обход. У животных наземных всегда есть там какая-то минимальная масса тела хотя бы. И мы с них можем мяско получить хоть какое-то. То с рыбой всё плохо. Так. Хоп. Хоп. Оп. Тот, который хотел в воду не окунаться. Блин. Можно уже плыть было. Раз такое делом. Персонаж по льду довольно прикольно скользит так. Мне нравится, как это сделано. И здесь уже снегом засыпает. Обалдеть. Вон наш столб с серебром, кажется, виднеется. А, это, наверное, столб ещё, который... Где мы петуха ловили, вон. Да, тут прохладненько. О. Прохладненько. Так, давайте заглянем сюда. Я беру щит. На всякий случай сразу. Хоп, хоп, хоп. Факелы где мои? Факелы я убрал, чтобы я случайно с ними в воду не упал. А то я что-то постоянно так делаю. Ну. Ни конца, ни края тут не видно. Хорошо. Хорошо. Ещё и поесть. Неплохо было бы, да? О, кажется, эта еда сгнила. Но я с собой не даром много тарелок взял. Ой-ой-ой. Полтора. Там, кажется, это не так уже много еды, как хотелось бы. Так, ладно, пошли. Ну, как я его не... Блин, это задержка при подборе. Мне так не нравится. Здрасте. О, это он камень в меня кинул. Сделал ещё древко для лука. Ему нужно высохнуть какое-то время. Пока что сушится. Интересненько. Интересненько. Огромный пласт кварца. Ещё уголь. Тоже немало угля. Кстати, может быть, копнуть его сразу здесь? Так. Тут ничего. Ничего. Это всегда хорошо. Давайте мы это ничего закроем. Блин, топор я взял непонятно зачем с собой. Так. Чтобы оттуда к нам никто не лез. О, вроде всё. Так. Да, тут нам третьего уровня как раз нужно, чтобы кирка была. И, может быть, под этим углём ещё будет тоже огнеупорная глина. Мне кажется, не может быть, а наверняка должна быть. Да? Ну, это, конечно, не совсем то, чего мне бы сейчас хотелось много копать. Но немного возьмём на всякий случай, чтобы у нас был небольшой запас. Глину, да. Глина нам огнеупорная нужна. Ещё много, короче, её нужно будет. Особенно учитывая дурацкую систему выплавки железа. Это вообще трешак, конечно. Когда нам нужно печку ломать и терять половину кирпичей. Из которых мы... Ну, огнеупорных кирпичей. Из которых мы, собственно, эту печку делаем. Так. Давайте сейчас вот это вот соберём. Может быть, немножко вниз копнём ещё, посмотрим. Тут глины нет. Прям тут, тут. О! И здесь тоже прям... Нет. Ладно. Надо это место тоже пометить. В любом случае. Кварца тут, конечно, миллион. Так. Я, если честно, уже немножко потерялся. Ну, вот мы тут можем... О! Здрасте! Медь это хорошо. Отсюда мы пришли. Хорошо. Угу. Это место мы по-любому пометим. У нас здесь медь, у нас здесь уголь. Это определённо местечко хорошее. Так. И пошли дальше к нашему серебру. Нам в ту сторону, если я не ошибаюсь. Вот нам туда. Вот нам туда. Нет, нам не туда. Тихо. Вот нам сюда. Это мои указатели, да. В сторону базы. Снег тут уже... Снег тут уже... Нормально так, да? С таким слоем насыпан. Обалдеть. Так. Туда спускаться я пока не очень хочу. Надо было попроспектить там. Чё я? Ну, идём мы, короче, в любом случае за серебром. Для начала возьмём запас серебра, чтобы у нас был. Ещё поедим. Поставим следующую еду сюда. 36 угля я взял. Угу. О! А вот она. Ой-ой-ой. Ну, будем его добивать. Да, наверное... Он, кажется, решил сам ответить на этот вопрос, да? У-у-у! Я аж подлетел. Тем более, раз их двое. И они будут нам мешать серебро тут копать. Придётся с ними разобраться. Ну, слушайте, упитанные волки. Куча жира. Неожиданно прям, если честно. Казалось бы, холодная-голодная зима, но не для них, видать. Вот наша вишенка. Состояние дерева в покое. Хорошо. Так. Вот где-то здесь, да? Под вот этим всем снегом, блин. Нам надо дорожки дома постелить. Так, это у нас... Ага, камни. Камни, камни, камни. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Так, это у нас кварц. Просто кварц. Просто кварц нам не очень интересен. Пока что. И я всё место занял, да? Конечно же. Конечно же. Я... Я даже не знаю, что я выкинул. Что мне не жалко. Мне всё жалко. Топор. Копьё поломанное. Наверное. Нам, да. Серебро интересует нас. Всё. Покопали? Хватит. Такого я не ожидал. Да. Но мы можем и кварц этот взять, в принципе, можем. Горный хрусталь. Четыре штуки в два стекла. Сам кварц. Четыре штуки в два стекла. Угу. Наверное, кварц пока возьмем. У меня есть пару кусочков горного хрусталя. Блин. Давайте немного поломаем кирку здесь и... Попробуем немножко попроспектить. Но нам надо раскопать сколько? Девять тайлов, да? О, серебро. Да. Большой кусок? Или что там? Чё-чё, я не подберу этот кусок серебра. Это... Богатый кусок. Обалдеть. Ладно, я костю не буду брать. Кварц. Содержит кварц. Так, сколько тут у нас? Маловато. Давайте, наверное, еще в эту сторону немного копнем. Как раз посмотрим, вдруг тоже найдем. Вот серебро. И вот серебро. Хорошо. И вон серебро снизу. И вот серебро снизу. Окей. В принципе, это хоть что-то. Сейчас обвалится мне на голову, да? Может быть и нет, конечно. Так, раз. Два, в принципе, наверное, да? Тут можно будет. Да, мы можем попроспектить здесь. Нам хватит. Так, две пробы. Идем где-нибудь вот здесь, наверное. Или... Блин, сейчас засыпет нас к чертям. Ладно, давайте вот эту. Так. И где-нибудь здесь. Давайте посмотрим. Ильминит. Титан. Битумный уголь. Весмутин. И небольшие частицы всякого разного. Ясно. Нам тут особо ловить, видимо, уже нечего. Если за серебром еще не покопать тут. Но, наверное, пока хватит нам серебра этого. Копается не очень приятно. Так. И дело к вечеру уже идет. Обалдеть. Что мы можем полезного еще сделать? Где там это была большая дыра? Хотя нет. Тут смысла нет, наверное, в дыру лезть. Так. Погодите. Давайте немножко сообразим. Посмотрим, что у нас там дальше. Вода дальше? О. В той стороне я еще не был. Может быть, найдем сейчас какую-то пещерку. Да. Спустимся и ночь проведем в пещерке. Но туда. Ну. Может быть, это то, что нас интересует как раз. О. Я тут вижу уже что-то сверху прям. Кремень. Так. Тут ничего интересного нет. Кремень тоже полезно. Учитывая, что из кремня мы делаем огнеупорную глину. Так как ее копать особо не получается. Этот тоже у нас кремень, да. И все. Блин. Ну, это место надо будет попробовать запомнить. Метку ставить я, наверное, не буду особо. Я при промывании много крем не получаю. В целом. Пойдем немного дальше пройдемся. О, торговец. Может, у него кровать есть? Да мы поспим. Я в шоке буду, если мы сейчас спать тут ляжем. Потому что спать это бесполезная ерунда. Не ляжем спать, потому что у него кровати нет. У него-то бредка только. Я могу волчонка купить у него. Луки. Наручи. Острелы неплохие такие. О, нет. Сильный темпоральный шторм. Серьезно. Сейчас. Ну, тогда мы не покопаем. Надо возвращаться домой. В любом случае. Да. Но. Попросеиваем немного. О, еще одно дерево. Яблоня. Спящая яблоня. Так. Теперь главное в воду не упасть. С факелами. И на медведя не нарваться желательно. От волка мы еще должны, наверное, убежать, я думаю. Ну, да. Темпоральный шторм немного наши планы поменял. Блин, прошло. Вот на этой сложности, конечно, шторма немного так душат. Они от пяти до семи дней между штормами. И, да, когда получается так, что пять дней прошло шторм, пять дней прошло шторм, пять дней прошло шторм, то как-то что-то не успеваешь сделать нормально. Наши столбы. Где-то у нас под утро как раз шторм будет. То есть, это я сейчас приду домой. В принципе, можно садиться просеивать песочек. Тихонечко себе. И... Всю ночь. И потом... Ну, полдня, по большому счету, пока там шторм будет, да, пока туда, пока сюда. И потом снова ночь, по большому счету, уже тоже. Да... Чтоб домой добраться. Тут как бы снегом замело, и уже не так все выглядит, как... Так... Свинец, да, свинец мы смотрели... Нам, да, для припоя нужен, и больше, по большому счету, ничего... Не для чего. Можно кольчужные полотна делать, чешуйки и... Ламели из свинца. Но из этого ничего не крафтится, на удивление. Ну, и окна еще тоже, да. То есть, у нас, на удивление, хоть и есть детали для доспехов, но доспехов из свинца... Из этих свинцовых деталей у нас нет. Поэтому свинец такая себе... Руда. Но можно было сделать окна, конечно, да. Нам домой. Как раз вместо земли, но окна это такое. Подождем с окнами. Поставим потом хороший из кварца. Так. По-моему, мы можем сюда и пройти. У нас места нет, да, чтобы забирать все это барахло. Тут еще тепло. Относительно. Вообще, вот распределение температуры мне нравится, как тут сделано. Ну, то есть, тут не тепло, да, но... Снега еще особо нет. Ну, и мы дома уже. Сейчас я выложу барахлишко сразу. Что у нас там? А, среднее. Давайте. Закроем. Сделал больше ящиков. Да, тут тоже немножко порядок в этом плане навел. Но это такое все. Так. Где у меня что лежит? Вот здесь, наверное, руду я выложу. Кварт сюда идет. Это у нас горного хрусталета. Тоже 21 штука есть в запасе. Мясо. Мясо просто в холодильник пока кину. Надо взять еды с собой. Опять же. На... Немало времени. Вот это нам не надо. Вот это нам не надо. Возьмем, да, еще... Три тарелки еды. Нам как раз хватило на три тарелки. Пойдет. И вот сюда выложим пока что мои инструменты. Топор тоже пусть лежит. Землю, землю, лестницы. Щит уберем. Броню тоже, кстати, надо убрать. Надо нагрудничек поремонтировать еще тоже. Так. Здесь у меня аккуратненько лежат всякие... Кстати, шкурки. Это у нас шкурки не обработанные. Погодите. Вот это сюда идет. Уголь. Сюда пока положим. Шкурки просто в бочку кинем. Наверное, не влезут. Влезут. Хорошо. Да, поремонтировать я хотел броню. Угу. Все? Ну, вроде все. Можем идти. Заниматься просеиванием. Куда? Камни отсюда делись. Странно. Странно. Так вот сделаем. Тут еще вопрос насчет просеивания зимой. Не офигею ли я здесь от холода? Вот что интересно. Стоя в воде ледяной. 37,7. Но я не промокший, кстати. То, что мои ноги в воде, это... 37,8. Мы тут греемся. Обалдеть. Мы тут греемся. Хорошо. Погреемся в ледяной водичке. Будем считать, что это наш теплый источник. Хоть он и не теплый, но... В смысле, горячий, да, который источник. Ну, в общем. Да. Так, я факелы, наверное, тоже уберу сразу. Копий уже не так много осталось. Ммм. Да, стоп. Идем. Пока... Можем, кстати, тарелку поднять. И камушек здесь положить. Ну, я из-за тарелки здесь пройти не могу, да? Обалдеть. Пока шторм не начался, возьмем древко нашего лука. Оно в инвентаре сохнет лучше, чем где-то в каких-то контейнерах. Если в контейнеры выкинуть, то у него скорость сушки идет 0.25. В инвентаре у нас 1. Делается просто из двух бревен и пилы. Необработанная дуга. Потом получаем через 168 часов открытого хранения. Может быть, кстати, на стеллаже она нормально сохнет. Я не знаю. На стойке для инструментов. Может, это считается открытым хранением. Ну и потом мы сможем сделать длинный лук. Вот такой вот и с жиром. По поводу... Давайте сейчас мы... Во-первых, я, наверное, камушек возьму. Все-таки один еще. Привет. Вот сюда его положим на всякий случай. По-моему, на камнях все равно спавнится. Но мы ради перестраховки положим камни тоже тут. Так вот, ребята еще насчет... Давайте, наверное, так. Насчет... Стега на экипировке вот этой вот пишут. Что бы я сделал. Потому что она... Не так сильно замедляет. На 1% меньше замедления. Ну и у нее, короче, уровень защиты 2. В отличие от нашей. Тут мы получаем еще штрафы на стрельбу. Штраф на лечение идет, да. И здесь больше. Чем тяжелее броня, тем сильнее штрафы на лечение в этой броне. Да, такая тоже тема есть. Ну, короче, у нас есть вот такой вот полный стеганый сет. Из которого мы потом делаем гамбизон. Но пока для начала это стеганый вот такой вот просто из ткани. Но у меня ткани сейчас ровно вот под ноль. На один такой нагрудник. И больше ткани нет. Я его ни поремонтировать не смогу. Ничем. То есть со временем мы сделаем. Конечно, попробуем. Эта штука классная. Тем более, мы... Потом, по-моему, из этого стеганого нагрудника все-таки делаем... По-моему, гамбизоном называется. Странно. А ну-ка, давайте посмотрим. Наверное, не ламели. Нам надо, может быть, кольчуга. Хм. Мне казалось, что мы на этот гамбизон из льна, да, потом улучшаем его, условно говоря, более прочными доспехами. Там или кольчужным, или что. Но это, наверное, я перепутал с кожанкой. Мы, получается, из кожи броню делаем. И потом мы ее уже в бригантину улучшаем. Бригантину уже улучшаем. Так, тихо. Наверное, не так. Как-то по-другому это было. В кольчугу, да. А потом из кольчуг делаем чешуйчатый доспех. И все. Это тупиковая ветка. Ага, получается, да. Сначала делаем кожаные, потом кольчужкой обшиваем. А потом уже из этого кольчужных понож, например, мы делаем латные, чешуйчатые. Ну, или ремонтируем, опять же, в кольчужные поножа. То есть, вот как-то так. Я думал, аналогичная тема не только для кожи есть, но и для тканевого гамбизона. Мне казалось, что я видел, но что-то найти не могу. Наверное, приснилось мне что-то. Все, походу, через кожу делается дальше. Из того, что я вижу тут. Ну, короче. В любом случае, нам пока... Пока это не светит в ближайшее время. Займемся просеиванием в теплой ванне. Просеиванием? Промыванием. Почему я все время просеиванием? Ну, как бы я с ситом стою, да? Почти. Значит, просеивание. Темпоральный шторм ослабевает. За время этого шторма я собрал три сфалерита и кусочек золота. Ну и, да. Две шестеренки простые и немного медиа. Все остальное, как бы, не так интересно. В принципе, сфалерит более-менее нормально собирается. И нам нужно два сфалерита на сто единиц бронзы. Правильно? Давайте, да. Просеиваем этот кусочек. То есть, в принципе... В принципе. Мы на самом деле можем даже наверное этим промыванием, простите. Промыванием можем собрать себе на наковальню бронзовую. и выйти в железо. Так. Сюда надо будет еще вернуться. Давайте попробуем выбраться отсюда. У, двухголовый! Блин! Это интересно. выйти бы только как-то отсюда. Лучшим выходом будет вот этот. Я уже несколько раз им пользовался. Давай-давай-давай. Быстренько-быстренько-быстренько-быстренько-быстренько. Двухголовый! 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 Воу-воу-воу-воу! Воу-воу! Оп-оп! Лучший выход это... Да. Воу-воу-воу-воу! Тут открыто просто, да? Да. Так. Да, блин! Давай, поднимись! Вот сюда! Давай! Молодец! Молодец! В принципе... Оно того стоило даже так. Как же персонаж головой стучится постоянно об... Блоке, когда пытается перепрыгнуть их. И останавливается. А как же они плавно по этим блокам проходят. Аж обидно. В принципе, мы в плюс вышли. Даже с учетом этой смерти. Давайте возьмем шестеренку, наверное, сюда. И кто тут такой? Давайте мы, наверное, сейчас выложим... Ага. Надеялся, что он задеспаунился. Так. Сейчас пока закроем дверки. Давайте выложим вот это вот сюда. Все. Броньку можно было бы и одеть. Так. Куда, куда, куда я складываю? Вот сюда складываю. Наконечники для стрел. И все остальное. Шестереночки. Где-то, где-то тоже лежат. Вот здесь у нас. И эту сюда мы тоже добавляем. Так. Глина здесь живет. Кремень. Металлические вот эти вот фигни. Вот здесь живут. Давайте, наверное, броньку оденем и идем. Задеспаунились уже все. Ясно. Ремонтируем тогда. Мне еще кажется. Может быть, кажется, конечно, только. Что из разного песка все-таки разный дроп идет. Потому что с фалерит мне начал падать только вот с вот этого песка. Из гранитного песка. Ну, во всяком случае, сейчас из 13 кусков гранитного песка ни один с фалерит не упал. Из конгломератного песка выпало... Ну, начал выпадать практически сразу же. Да, и три кусочка мы получили. За... я даже не знаю, сколько там песка я просеял, но... Мне кажется, не очень много. Так, давайте посмотрим... У нас уже 16 штучек есть. То есть... 16... 16... И... Сколько вот этого нам надо... 400 бронза получается. Я думал, больше у нас в запасе, если честно. Ну-ка, давайте посмотрим еще на этот сплав. Может быть, можно... Тут как раз по 20-20% должно быть. То есть, минимум... Если мы хотим экономить цинк, да, то это 20% в любом случае. Если мы хотим экономить медь, то 20% можно висмута добавить. Ну, и 60% в любом случае у нас идет медиа. Ну, ладно, пусть это все тут и лежит, наверное. Пока что. Так. Ну, в принципе... То есть, да, мы на... А, стоп. Не один кусочек... Не два кусочка нам надо. Это я, наверное, с золотом перепутал. С золотом нам надо два кусочка. Ну, правильно, да. Тут 4, получается, минимум надо. Но, по большому счету, за ночь, за ночь и темпоральный шторм... Немножко дольше у нас все-таки, чем просто ночь была. И мы получили практически... Практически один слиток бронзы. По золоту у нас... 8% минимум. То есть, тут как раз два, наверное, можно кусочка. Два. Два-два. Может быть... Не два-два. Но все равно, да, золота у нас пока нет. Пока мы не найдем хотя бы немного золота, так, чтобы можно было разбить его. Но... Тоже с черной бронзой мы ничего толком не сделаем. Ну, ладно. Так, хорошо. Я вешаю лук сохнуть дальше. И мы берем, наверное... Вот это вот безобразие. Потому что копья заканчиваются нашим... Сделаем еще три копья, как минимум. Как же мне не нравится, что при крафте с шифтом все туда улетает. Так. Надо взять еды. Побольше. Лопата нам нужна. Да, и берем, в принципе, все то, что мы здесь выкладывали. Вот это, вот это, вот это. Простую кирку тоже возьмем. И один вот этот вот тоже возьмем. И... Факел одинокий тут что-то лежит. Его возьмем. И место... Ну, еще места немного есть. Но мы сейчас его едой займем. Так. Давайте пока выложим это сюда. Что у нас тут? Годен еще два года. Так, так, так. Надо все-таки, наверное, взять еще... Еще немного еды. Может быть сейчас, не знаю, из-за холода. Но кажется, что есть больше персонаж начал. Так, тут одна порция. Тут 0,6 порции. Мы вот это в первую очередь съедаем. Ну, и у нас все это дело стакается. Пустые мисочки потом удобно. Поэтому норм. Ну, и копье. Мы тут два копья доломаем. Уже тоже место освободится. Для какого-нибудь полезного барахла. И я надеюсь, что... Ну, ладно, возьмем. Сейчас выложим. Надеюсь, что... Мы найдем на... На ночь какую-то пещерку удобную. Чтобы можно было закопаться. И ходить, бродить, исследовать. Я бы полазил бы по хорошей пещерке, конечно. Пошли искать такую. Блин, как-то... На удивление... Зелененькое все. Приятненькое. Так, куда пойдем? Где мы пещеры еще можем тут надыбать? Возле серебра как-то тухленькое оказалось. На тот край леса попробовать пройти. Можно, можно, да. Для разнообразия. Тут у нас, опять же, уголь есть. И... Как он называется? Огнеупорная глина. Пойдем, короче, сейчас просто прямо... Под ногами. То кварц у нас был только что. Посмотрим, может быть, в той стороне именно еще есть... Какие-то пещерки. Вне записи я еще косу себе сделал. И накосил хвоща, потому что бинты начали заканчиваться нашим. А нам надо постоянно... Подхиливаться. Обязательно. Так. О! Ну, надо брать. Раз мы тут... Слотик займем. Тут без вариантов надо брать. Пойдем куда-то вот туда. Там я еще, по-моему, тоже не был. В самом-самом конце всего этого. Леса. А. Нет. Как раз вот здесь мы были. Оленюшечки... Жалко они уплывут все. А вот на той стороне я точно не был. Занырнем? Я думаю, занырнем. Поплаваем. Погодка хорошая нынче для плавания. Обратно, когда будем идти, правда. Наверное, лучше не плавать. Особенно, если мы ночью будем идти. Блин, тут снегом все занесено. Э-э-э. Я думал, тут тепленько относительно. Не, ну, относительно. Нулевая температура. Сейчас, если в пещерку спустимся, то там согреемся без проблем. Главное найти, куда спуститься. Ой, висячие камни. Берег висячих камней. Что-то мне тут уже не нравится. Но мы здесь можем попроспектить. Это будет интересно. Наверное, не будем блоки сверху ломать. А то все обвалится. А нам бежать тут особо некуда. Тут как-то тесно. Высо... О-о-о! Нам надо искать здесь пещеру. И касситрит, если мы найдем, будет тоже просто прекрасно. Вниз копать прямо, наверное, ну... Не очень... План. Блин, реально какой-то берег висячих камней. Вон тоже камни висят. Что происходит здесь с генерацией? И по горам прыгать-то по всем этим не хочется, если честно. Потому что они заросшие. И там может прятаться медведь. Ладно, ныряем. Где же пещерки, когда они так нужны? Ну тут, если, конечно, такая... Генерация всего вот этого безобразия, да, то... Мы, может, и пещеру никакую не найдем. Давайте немножко тут еще копнем. Посмотрим, что-то поменялось. Мы немного дальше отошли. Хм, забавно. Нам надо идти обратно. Все-таки. Блин, просто копать вниз... Кирок у меня не хватит. Давайте попробуем немного вот куда-то в этот блок... Пройти еще... Триангулируем, да? Триангулируем местонахождение нужной нам руды. Давайте тут попробуем попроспектить. Вот отсюда, к примеру. Не обвались только, пожалуйста, ничего тут. Оу. 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 Хм. Знаете, мы, наверное, будем копать вниз просто сейчас. Хм. 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 попробуем если что у меня есть еще кирка мы можем сделать кирку в принципе как мы здесь сделаем прям так под себя копать наверное не будем но будем копать где-то рядом может быть лестницу используя здесь закроем чтобы да ты прикалываешься специально уплотненную землю положил чтобы обвала не было называется так сможем ли мы копать здесь стоя на лестнице сможем мы дам сможем то есть в принципе вот так вот пойдет и мы по идее к лестнице уже прицепились и уже нужно клавишей приседания так давайте хотя бы хотя бы как-то так сделаем вот так теперь сюда лестницу опускаемся так опускаемся да как как то так мы будем копать там где становится темно мы ставим факел и он нам опускаться не мешает посмотрим выкопаем куда-то мы или нет кстати здесь шестереночка наша шалит не на шутку вообще блин мы тут может быть ночь провести не сможем и опять я слишком низко опустился да что же ты будешь делать по-моему все сильнее сильнее шестеренка крутится не к добру это ну тут реально долго не сможем находиться придется возвращаться домой отдыхать от этих кошмаров причем придется это делать посреди ночи в кромешной тьме и переплывать через озеро придется баллин я даже не знаю план конечно интересный тут тут место хорошее с сверх высоким содержанием руды а знаете что самое смешное что может быть мы сейчас находимся в другом чанки все-таки черт надо проверить может быть и такое так сюда лестницу возьмем тут еще пару проб не а очень высоко это уже не сверх высокая блин действительно ну как бы очень высокая тоже неплохо но сверх высокая получше ладно предлагаю тогда все таки вернуться сейчас на базу раз тут у нас все таки нестабильность я забрал факел на лету факел я не словлю да насколько я понимаю мы его потеряем да зараза ну а этот на лестнице остался ну можно же по нормальному а не вот это вот вот на лифте кататься за факелами короче возьмем сейчас еще кирку может быть я даже выплавлю еще одну из меди просто и будем искать здесь сфалерит а еще быть отсюда будет не так уже просто как хотелось бы скорее всего так ладно уходим так ну пока факела в руке нет мы можем мы можем тут пройти так правильно нам сюда чтобы домой попасть по моему здесь у нас оленюшечки были как раз если я не ошибаюсь значит нам вот прямо туда не вдоль берега можно будет пройти потом спокойно здесь по прямой как только только хотя бы немного посветлеет ну или как только мы дождем все охлаждение кстати интересно зимой на морозе то по идее должны остывать заготовки быстрее правильно может быть может быть быстрее у нас остынет кирка надо сначала те доломать может быть потом уже новую делать я не знаю не хочется вроде как бы таскать с собой все те мои поломанные кирки поломанные да не доломанные люди домик вот мы и быстро дома а у гадина и во 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 здрасте что у нас Средняя активность Хуже то средняя активность Какая то не совсем она средняя Как будто бы Так вот здесь у меня Смола лежит Здесь у меня Нитки лежат Еда пусть будет Давайте пока Мы дома здесь делами занимаемся Нам Вот это не понадобится И мы можем броньку снять Чтоб лишний голод не тратить По пусту Так Веточки сюда И щит Можем тоже пока выложить И давайте Выплывем Немного Меди себе Еще ребята советуют Сделать себе Громоотвод Поставьте на 40 блоков Над землей Для максимального эффекта У нас с осенью Возможно Весной тоже Будут Снова Грозы И есть шанс Что молния Бахнет Или в наших Животных Как бы Чем больше у нас Территория Наша полезная Занята Тем больше Шансов Что В эту Полезную Территорию Попадет Молния Наверное да Наверное Стоит сделать И нам Надо Три Медных Прута То есть Три Слитка На это Надо потратить Будет Поэтому Мы наверное Вот как раз 40 40 Не 40 80 Мы Еще 40 Загрузим Вот так Вот Сделаем Выплавим Один Одну кирку Себя Медную Еще И Три Слитка Стоп А куда я Все Слитки Эти делал У меня Три Штуки Было Из Одного Я Сделал А Да Гвозди Сделал Да Правильно Из Двух Слитков Сделал Гвозди У меня Как раз Три Слитка Было Из Одного Слитка Косуй Сделал И Из Двух Гвозди Все Верно Верно Сейчас Быстренько Выльем Все по формочкам И надеюсь К рассвету Все это дело Будет уже готово Чтобы взять его И идти копать У нас Вот тут Кирка Не доломана Мы в принципе Эти поломанные Кирки Можем на самом деле Доломать Уже Дома В подвале Кстати Вообще Без проблем Возьмем целую С собой Целая И у нас Еще Вот это Из Черной Бронзы Есть Которая По прочности Хоть и поломана Но по прочности Она такая Практически Как и Из Медя То что Осталось В ней Такое По прочности Как и Медная Кирка Так Заливаем Вот сюда И вот сюда Этого пока что Нам хватит Прям Прям В доме Гадина Заспавнился Прям Передо Мной Обалдеть Ой Я случайно Вот Прям Тут Заспавнился Я стою Такой Смотрю Себя Жду Пока Остынет Это Наша Заготовочка И тут Паучара Появляется Обалдеть Та 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 Так Давайте Мы Наверное Перебинтуемся Пока Я Как раз Броню Снял У нас Бинты Хорошо Работают И Пополним Запас Бинтов Сразу Так И Готово Да Мы можем Уже Подобрать И Можем Сделать Себе Кирку И можем Идти Копать Я С собой Две Решил Взять Копья 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 Поломались Да Все Копья Ну Не все Но Часть Определенно Поломалась И у нас Места Больше В инвентаре Стало Дверь С собой Взять Решил И Сундук Из Рогоза Мы поставим Там Сделаем Себе Небольшую Такую Шахточку Более Менее Полноценную Я думаю Возьмем Щит Возьмем Тут еще У нас Копье Есть Да И Так Это Копье Наверное Давайте Наверное Вот так Вот Сделаем Потому что Я хочу Этот фонарь Взять С собой Так Эта кирка Нам нужна Эта кирка Молоток Геологический Немного Копии Броня Давайте Броню Наверное Сразу Оденем Потому что Мы сейчас Уже Пойдем Три часа Ночи Только Да Но мы Уже Пойдем Потихонечку Это Наш Будет Фонарь На Время Пути Щит Можем Тоже Экипировать Сразу Ну И Там Будем Располагаться Я Надеюсь 44 Лестницы Мне Хватит Потому что Если Нет Ну Будет Печально Я Наверное Тогда Еще Вот Эту Кирку Возьму Раз У нас Доломаем Короче Все Все Там И Можем Еще Немного Земли Взять Как Там С Шифтом С Шифтом Вот Так Пусть Будет У нас Три Стака В Запасе А Там Мы Повыкладываем Ненужное Барахло Впускаем Этого Товарища Перепрыгиваем Его И Побежали Да Ёлки Палки Пауканы Эти Проклятые И Побежали Потихонечку Тут В принципе Путь у нас Прямой Вдоль берега Идем И выходим К Большим Залежам С фольрита Там Она Наша Медь Там Главное В дырки Не 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 Попадать Не Застревать Нигде А то Тут Разлом Открылся Возле Меня И Будем Надеяться Сейчас Немножко Дальше Будем Копать Все Таки Там Где У Нас О По-моему Эту дыру Я еще Не исследовал По-моему И эту Тоже Но Здесь У нас Руды По-моему Нет Боже Мой Я уже Упал Куда-то Но Надо Будет Заглянуть Все Равно В Эти Пещерки Там Может Быть Что-то Интересное Так Тут Мы Просто Плывем Я надеюсь Я не сбился С пути Тут Много Не надо Чтобы Чуть Развернулся И уже Плывем Не туда Вроде бы Да Мы по-моему Так же Вот Как раз И плыли К берегу Висящих Скал И вон Наш Факел Горит А может Быть Как раз Немножко Дальше Будет Копать Удобнее Потому Потому Что Здесь У нас Шестеренка Крутится В обратную Сторон И как раз Нам Нужно Немного Дальше Мерзкая Гадость Мерзкая Гадость Отстань От Меня Как-то Об этом Я не подумал Да Тут О боже мой Пауканы Это Самая Жесть Конечно Давайте Мы Здесь Немножко Территорию Подсветим Все равно Крутится Зараза Шестеренка Ну Тихо Воду Не падаем Давайте Мы Здесь По Проспектам Посмотрим Может Быть Тут Сделаем Вход Высокое Нет Нам Нужно Все Таки Идти Туда О Блин Тут Еще Двое Этих Мелких Гадов Так Хорошо Деревья Деревья Блин Вообще Не в тему Здесь Здесь Может быть Где нибудь Вот здесь Мы По Проспектам Тут Как-то Места Маловато Правда Боже мой Деревья Дурацкие О Можно Можно По Проспекте Давайте И Разлом Открылся Серьезно Вот Блин Черт Я Лопату Забыл Я Реально Думал Сделаю Лопату А потом Паукан Этот Появился Дурацкий Прям В доме И Про Лопату Я Забыл Благополучно Ладно Надеюсь Этого Нам Хватит Чтоб Последнюю Пробу Взять Здесь Проверить Сверх Высокая Да Ладно Предлагаю Здесь Сделать Вход В Шахту Мы Здесь Поставим Фонарик И Выкопаем Себе Вот Здесь Вход Укрепим Его Немного Землей Как бы Это Не Странно Было Вот Так Вот Как-то Да И Здесь Мы Наверное Просто Землю Поставим И Немножко Дальше Туда Глубже Идем Хватит Нам Еще Один Блок Прокопать Туда Вот Так Хотя Б Сделаем И Поставим Здесь Дверь Во И Если Мы Уберем Здесь Все Эти Листья То В принципе С той Стороны Это Место Будет Подсвечиваться Более Менее Неплохо И Будет Хоть Как-то Что-то Видно Здесь Ну Издалека Что Здесь Наша Шахта Я имею ввиду Так Внутри Давайте Немного Тоже Мы Наверное Вот так Вот Сделаем И Вот сюда Поставим Сундучок Этот Или Можно Сундук Кстати На улице Поставить В принципе На самом То Деле Да Нам Внутри То И Не Надо По Большому Счету И Можно Повыкладывать Там Что Нам Кажется Сейчас Ненужным Копья Я пока Оставлю Мало Ли Куда Мы Тут Выкопаемся Тарелку Например Оставить Можно Одна Одна Порция Ладно Едим И Здесь Делаем Спуск Вниз С Лестницей Через Один Блок Давайте Теперь Еще Раз Попробуем Тут Попроспектить Ну Или Давайте Покопаем Вниз А потом Попроспектим Ну И Здесь По Прежнему Сверх Высокое Хорошо Сверх Высокое Содержание С Фалерита Но Пока Копаем Тогда Вниз Дальше И Просто Через Время Нужно Будет Подняться Наверх Как раз Там Будет Немножко Светлее И Приятнее Может быть И Восстановить Свою Темпоральную Стабильность И Можно Будет Вернуться Еще Покопать Ну И Копаем Пока В самый Вот Прям Докуда Сможем Посмотрим Попробуем Так Да Мы Все-таки Пробовали Копать Не Копать А Исследовать Пещеры И Находили Руду Там Довольно Хорошо И Попробуем Через Проспектинг Тоже Поискать Вот таким Вот Образом Настолько Насколько Мы можем Себе Это позволить В Условиях Сложности Выживания В дикой Природе Когда у Нас Нет Второго Режима В Проспектинге А Только Первый Который Показывает Количество Руды В Чанке Так Давайте Давайте Вот Эту Доломаем Сначала А потом Будем Уже Пользоваться Той Целенькой Новенькой Ну и Можно Будет Потом Отсюда Еще Тоже Периодически С Небольшими Промежутками В разные Стороны Попробовать Покопать Как Вариант Так Вот Здесь Где-то Я Слышу Слышу Дрифтеров То есть Тут Где-то Есть Рядом Пещерка Можно Будет Попробовать На слух Попрокопать И Может Быть Мы Выберемся К К ним Если Повезет Еще У меня Лестницы Заканчиваются То есть Вглубь Может Быть Копать Уже Особо И Не Выйдет И Уже Половина Стабильности Нашей Тю-тю Ну И Звуки Здесь Уже Такие Стремные Но Пока Ничего К Сожалению И Сфалирид Этот Может Быть На Любой Глубине Насколько Я Понимаю Но Мы В Кварц Вкопались Это Не К добру На Самом Деле Но С Другой Стороны Здесь Звуков Подозрительных Становится Все Больше И Больше Кварц Не К добру Потому Что Мы Его Бронзовой Киркой Бронзовой Бронзовой Можем Можем Копать Мед Мед Можем Копать Но Мы Кстати Идем Дальше Я Думал Будет Слой Кварца Такой Который Придется Пробивать Бронзовой А Бронзовую Кирку Пока О И Лестница Последняя Ага То есть Все Дальше Мы Не Пройдем Ладно Предлагаем Наверх Подняться Немножечко Восстановить Стабильность И Потом Спуститься Вот сюда Где-то На эти Глубины И Покопать В Бок На Звук Дрифтеров Может Быть Нам Там Лестница Не Нужна Будет Если Там Какая-то Пещерка Будет Это Будет Очень Хорошо Ну Вот Начинается Следующая Ночь Я Восстановил Темпоральную Стабильность Сделал Немного Лестничек И Можем В Принципе Двигать Дальше Слушаем Внимательно Прочтите Мне На ушко Еще Пожалуйста Вот То Что Волков Я Слышу Мне Не Нравится Совсем Давайте Где-то Здесь Попробуем Но Кажется Да Кажется Нам Немного Выше Надо Скорее Всего Или Ниже А здесь Звуки Как будто Оттуда Немножко Были Так А это Что Что Что-то Мне 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 Не Нравится Может Я Все Так Не Хочу В Этой Пещерке Копать Это Вот Оттуда Ниже Нам Есть Контре Контакт Так Так А ну-ка Что Вот Это За Звуки Так Ух Ты Так Их Мы Разделать Не Можем Да Да Так Хорошо Попробуем Убрать Этот блок Ага Нам Надо Наверное Вот Этих Блоков Взять Там Кто-то Стоит Типа Да Это В меня Столько Всего Полетело Что Ли Или Че О А вот Цинковая Руда Блин Она Незаметная Вообще Вот Он Мой Сфалерит А это Селитра Блин Точно Мне Ребята Писали В одной Из Прошлых Серий Мы В принципе Такое Место Находили В Пещерке Я Подумал Это Просто Типа Как Снегом Затянуто Немного И Вот Вот Это Тоже Да Цинковая Руда Так Я Пожалуй Как Нибудь Тут Аккуратненько Мне Не Нравится Вот Эта Тревога Которую Я Тут Поднял Совсем Не Нравится Селитру Мы Ну Факелом Копать Наверное Такой Себе Вариант Ну Пойдет Рабочий Так Не Вот Это Вот Цинк Ну Все Дело Сделано Мы Готовы Выходить В железо А Единственная У нас Проблема Да Мы Сейчас Тут Шизанемся Гранит 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 У нас Немного Цинка Совсем Не Надо Уходить Мы Сюда Еще Вернемся Мы Мы Просто Пока Выйдем Пока Выйдем На Какую-то Территорию Где Можно Восстановить Стабильность Еще Проблем Куча Будет У нас По Дороге Мы Когда По-моему Стабильность Теряем Полностью Ну Или Там Где-то Она Очень Низкая Становится То Начинают Спавниться Монстры Как Вот На Этом Сам Дрифтера Как Во Время Шторма Темпорального Но В принципе Нам Просто Нужно Еще Немножко Тут Покопать И Мы Нашли То Что Нам Нужно Было Найти И Мы Наверное Все Таки Еще Вернемся Сюда Домой Сейчас Пойдем Что Ли Наверное Да Аккуратненько Давайте Я Наверное Возьму Вот Эту Штуку Чтобы Факелы Случайно Если Я Упаду Не Это Самое Не Замочить Мы Можем Взять Еще Что Нибудь С С С С С С С И Пошли В Первую Очередь Опять же Просто Выйти Банально Из Зоны Нестабильности Это Что Было Это Он Наверное Просто Жалуется Что Это Да Стабильность Падает Ну Теперь Вроде Норм Шестеренка Бодро Крутится В Обратную Сторону Вообще Мы Можем Тут Постоять Наверное Где Нибудь Решил Все Таки Домой Вернуться Мясо Поставил Жариться И Давайте Посмотрим Сейчас Сколько У нас Получится Цинка Из Вот Этих Шести Кусочков И Насколько Нам Этого Хватит Вот Что Самое Главное Насколько Ты Сюда Идешь Ты Сюда Идешь Сорок Да На Тысячу Единиц Висмутовая Бронза Нам Будет Это Прекрасно Все План На сегодня Выполнен Можем Раздеваться Наконец-то Бронза Готова Давайте Заполним Ей Наковальню И У нас Еще Есть Немного Давайте Сделаю Наверное Топор Ну Ну Теперь Ждем Пока Все Это Дело Остынет И И Имея Уже Бронзовую Наковальню Имея Бронзовый Молоток Вот Этот Вот Руду Железную О Нет Вот Вот Так По Пять Штучек Мы Уже Можем Работать С Железом Но Для Того Чтобы Его Плавить Нам Надо 1482 Градуса И Эти 1482 Градуса Мы Можем Получить Из Угля Или Из Древесного Угля В Сыродутной Печи Для Для Этого Нам Надо Сделать Основание Для Этого Нам Надо Сделать Трубу И Для Этого Нам Надо Будут Кирпичи Из Огнеупорной Глины На Один Кирпич У нас Идет Неизвестно Сколько Глины Но Там Посмотрим И Нам Нужно Будет Таких Печей Сделать Наверное Немало Потому Что Они Одноразовые Мы Туда Закладываем Железо По Максимуму Закладываем Угля Сколько Там Нужно Будет Поджигаем Через Какое-то Время Забираем Оттуда Крицу Но Просто Так Забрать Мы Не Можем Печь Придется Ломать Каждый Раз Это Печальная Вообще Фигня Конечно Особенно С учетом Того Что Да У нас В обновлении 1.20 Сейчас У нас Нестабильная Версия Шестая На Момент Записи Еще Может Быть Что-то Поменяется Но В текущий Момент Огнеупорная Глина У нас Спавнится Только Под Залежами Угля Может Быть Даже Не всегда Не знаю То есть Только Так Раньше На поверхности Ее можно было Накопать Там Огромное Количество И раньше Проблем С ней Не было Особо Сейчас На поверхности Огнеупорной Глины Нет Вообще Поэтому С ней Определенные Проблемы Да Мы можем Ее Крафтить Из Кремня Но Это Та Еще Марокко Вот Поэтому У нас Есть Два Места Как Минимум Даже В принципе Три Может Быть Два Места Где мы Точно Глину Видели И Одно Место Где мы Просто Уголь Видели И До глины Так и Не добрались Да Может быть Она там Где-то Еще Есть Под углем Но Нам Придется Поморочиться С этими Печками Конечно Это Вот Это Конечно Единственная Проблема Во Все Этом Во Все Этой Обработке Железа Да Там Придется С Крицы Отбивать Кусочки Чтобы Слиток Получить И потом Со слитка Отбивать Кусочки Чтобы Что-то Из него Сделать Это Много Ручной Работы Но Это Такое Да Это Просто Работа А вот То что Печку Просто Ломать Каждый 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 Нужно И мы Теряем Половину Ресурсов После Поломки Да Или Сколько Там По-моему Половину Если Я не Ошибаюсь Это Весьма Меня Печалит Да Но Посмотрим Посмотрим Сколько Там Будет Получаться С одной Печки Железа И Все-таки Железные Инструменты У нас По-моему Смотрели Да Железный Давайте Топор Посмотрим У него Прочность 900 Если Мы Посмотрим Давайте Вот так Топор Который Медный У него Прочность 250 Разница Определенно Ощутимая Есть Из Например Из Висмутовой Бронз Висмутая Самая Хреновая По-моему Бронза У нее Прочность 500 А Нет Оловянная Бронза Самая Хреновая На удивление А Но В любом Случай Да Средне Статистическая Из этой Бронзы Железо В любом Случай В два Раза В два Раза Лучше Чем Эта Бронза Черная Бронза Посолиднее Немного Но Все равно Разница С Ну и Еще Скорость Добычи 6.6 Давайте Посмотрим На счет Вот этого 6.3 5.8 У Висмута Скорость Добычи Древесины Той же Хуже К примеру А у Меди 5.2 Вообще А у Железа 8.4 То есть Работа Наша Ускорится Если сравнивать С медными Инструментами На Треть По большому Счету Из Железа Захочется Сделать Абсолютно Все Инструменты И даже Больше Потому что Та же Железная Броня Какая Ну для Железной Броня Нам кожа Нужна В любом Случа Да Без Кожи Мы Ничего Не Сделаем Да Еще Интересная Тема Это Метеоритное Железо Мы По-моему Да Это Практически То же Самое Железо По Уровню Если Смотреть То есть Мы На Бронзовой Наковальне С Метеоритным Железом Сможем Работать По идее Потому что Уровень Инструмента 4 У нас Бронзовая Это Уровень Инструмента 3 Мы Получается На Наковальне Плюс 1 С Материалом Можем Работать То есть Если Найдем Метеоритное Железо И Вроде Ребята Говорят Что В принципе Найти Его Не Проблема Нам Нужно Просто Искать Круглые Дыры На Поверхности Такие Ровные Более Менее Круглые То Это Вообще Короче Будет Шикардос Еще На 20% Больше Прочности В Среднем И Больше Урон Больше Скорость Добычи Всего Да Ну Короче Посмотрим Посмотрим Кстати Мы Можем Нашу Старую Наковальню Поломать Да Ломаем Уже Сразу Или Подождем Пока Можем Мы Ее Снять Да В Инвентарчик Пока Пусть Полежит Поставим Эту И Потом Уже Поломаем Медную Наковальню Она Нам Не Нужна По Большому Счет Активность Разлома Апокалиптическая 4 декабря Нулевого Года Окей Ну Хорошо Прогресс Не остановить Пока Что Всем Спасибо За просмотр Всем Пока И Увидимся В следующей Серии Где Будем Заниматься Обработкой Железа Субтитры